С момента исчезновения на востоке Украины фотокорреспондента агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина прошло почти три недели. Все попытки узнать о том, где он находится и что с ним произошло, закончились ничем. Официальный Киев либо молчит, либо просто путается в показаниях. Акции с требованием освободить российского репортера на этой неделе захлестнули многие страны мира на разных континентах. О том, что еще делается для того, чтобы узнать о судьбе журналиста, мама и коллеги Андрея рассказали Алексею Петрову. О командировке сына на Украину Вера Николаевна Стенина, мама пропавшего фотографа агентства «Россия сегодня», узнала, когда тот уже был на месте. Берег близких. Коллеги Андрея сейчас поддерживают родственников как могут. Несколько дней назад Вера Николаевна обратилась в Международный Красный Крест. Возможно, авторитетная международная гуманитарная организация сумеет помочь. Я всегда ему говорила, ты береги себя. Я по голосу определяла, какое у него настроение, как он себя чувствует. Бодрый, значит, все нормально у него. Утром встану, интернет посмотрю, есть фотографии, значит, все хорошо. Андрей Стенин родом с севера, Печора, это республика Коми. Там же живут его близкие. Сейчас они в Москве. В редакции коллеги показывают им снимки Андрея. Такой он увидел и запечатлел горящую Украину. Застывший ужас в глазах, попытка спастись от обстрела, беды чужих людей он пропускал через себя. Андрей не просто снимал. Профессия для него больше, чем просто работа. И слова о том, что репортер должен находиться в центре событий, в его случае не преувеличение. У Андрея еще потрясающее чутье вообще на то, что, на главное то, что происходит в данный момент. Вот какое-то месиво, люди куда-то бегут, вот по киевским его съемкам, это очень заметно. Он четко выхватывает вот самое необходимое, то, что вот суть события. Акции с требованием освободить Андрея Стенина по всему миру. Это Белград. Десятки жителей сербской столицы вышли на главную пешеходную улицу. Там же организованы сбор подписей, обращения к киевским властям. А так, освобождение журналиста требуют жители Мадрида. Акция поддержки стартовала и в интернете. Тысячи людей, россияне, французы, итальянцы, жители Латвии, граждане США и Аргентины, изменили обложки своих страниц в соцсетях. Многие фотографы размещают и другой символ, фотоаппарат с заклеенным объективом. Похищение Андрея Стенина коллеги из разных стран восприняли как запрет на профессию. Правды о судьбе Андрея Стенина от украинских властей потребовали и авторитетные международные организации. Национальная ассоциация журналистов Соединенных Штатов поддержала. И тоже выступила с протестом того, что Андрей удерживается где-то в плену. Я разговаривал с представителем Human Rights Watch. Она находилась в Донецке в этот момент и прекрасно знакома с ситуацией. И ее тоже возмустило молчание власти, которое нам не отвечает до сих пор на наши запросы. Все возможное, чтобы добиться информации о пропавшем журналисте, делает и МИД России. Там уже не раз обращались к официальному Киеву. Между тем, в голосе украинской стороны не просто равнодушие, откровенный цинизм. Правоохранительные органы раз за разом ограничиваются заявлениями, что ничего не знают о местонахождении российского журналиста. А советник главы МВД Украины Антон Герасченко, который в интервью латвийским СМИ даже проговорился, что российский журналист может находиться в руках украинских силовиков, прямо попросил через Фейсбук не беспокоить его по вопросу о судьбе Андрея Стенина. МВД, по утверждению Герасченко, занимается розыском фотокорреспондента в числе других пропавших. Около здания информагентства России сегодня выставлены работы пропавшего фотографа. Современная история Украины, где кадры намного убедительнее слов. Эти фотографии, свидетельство того, что на самом деле происходит на юго-востоке, уже увидела и Европа. Андрей Стенин уехал на Украину еще в мае. И эта командировка для фотокорреспондента пока так и не завершилась. Алексей Петров, Виктор Виноградов, Иван Уткин и Егор Долинский. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok